Доброе утро, Левицкий Дмитрий, программа сферы обслуживания, только что в анонсах, да, все так и было. Слушайте, вот сейчас мой продюсер Виктория в таком быстром режиме открывает мне в Яндексе разную информацию, и тут написано, что у нас с вами завтра Всемирный день шоколада, вообще-то отмечается. Оказывается, мы специально поэтому сделали программу сегодня про шоколад, вот какие наши продюсеры молодцы. Действительно, говорим сегодня про шоколад, про шоколадный бизнес, о том, кто делает шоколад сегодня. Ну, традиционно мы смотрим на это, знаете, как, ну вот люди как вот за границу выезжают. Вот одно из тех впечатлений, о которых часто очень делится. Вот я зашел, а там такое, вот что-то такое делают, такие красивые штучки там, да, какое-то вот маленькое, что-то такое семейное, существующее, там 500 миллионов лет, да, до исторической эпохи там все. Варят и варят шоколад, и вот такое одно из олицетворений там европейского и западного бизнеса, да, вот эти вот такие маленькие элементы вот такого бизнеса, которого в России, к сожалению, пока нету, или есть. Вот сегодня будем разбираться, сегодня говорим про шоколадный бизнес. В гостях у меня Ирина Эльдарханова, представитель совета директоров компании «Конфаэль», да, все так? Здравствуйте. Да, здравствуйте, Ирина. Ульяна Кузнецова, управляющая и шеф-кондитер, кондитер-кондитерская «Хороший день». Добрый день, все. Да, здравствуйте, Ульяна. Ну, давайте, я для начала попрошу вас представиться и чуть рассказать о вашем бизнесе, да, ну, о том, что представляет из себя ваш бизнес, почему вы вообще занимаетесь этими липкими вещами, сладкими. Ну, а потом мы начнем разбираться. Ирина, ну, давайте тогда с вас начнем. Ну, наверное, первое, я все-таки скажу, что определение совсем вкусное, я думаю, что мы занимаемся. Шоколад – это очень эмоциональный живой продукт. Так. И, наверное, я бы сказала все-таки для тех, кто очень опасается, я скажу и все-таки начну с этого, что это продукт, который на сегодняшний день даже с диетологами во всем мире признан как продукт, необходимый людям. Что касается бизнеса, то в этом году мы будем отмечать 10 лет, как открыли первый шоколадный бутик в России. Вот, наверное, с этого момента началась история открытия шоколадных бутиков, потому что до того, как мы открыли бутик «Анфайл», еще ни одного магазина такого типа в России не было. Ага. Ну, открыли, наверное, в том числе потому, что, как вы сказали, тоже выезжали за границей, очень нравилось видеть возможность прийти и по одной конфетке выбрать то, что тебе хочется, то, на что у тебя лег глаз или тебе что хотелось бы попробовать. Что касается бизнеса, он, конечно, не состоит из одного магазина. На сегодняшний момент у нас более 30 шоколадных магазинов, либо точек продаж небольших секций в торговых центрах в разных городах России. А сколько городов вы захватываете? Ну, более 10 российских городов, и до конца года, я думаю, что у нас, мы планируем, что у нас будет 50 магазинов. И в основном расширение будет идти в значительной степени за счет регионов России. Ну, на сегодняшний день, например, даже в Якутии уже открыт магазин «Конфайл». Где все делается? Мы не производим продукцию непосредственно в магазинах, на фабрике, которую мы не приватизировали, не купили у кого-либо готовую, а купив здание, мы создали в ней кондитерскую фабрику, практически рядом с Москвой, 3 километра от Москвы-Красногорска. И она обеспечивает ваши магазины или не только магазины? Она производит продукцию, а, для наших магазинов, б, она производит продукцию для крупных, дорогих супермаркетов, но в значительно меньшем ассортименте, чем в магазинах. А если в магазинах у нас от 400 до 1000 наименований изделий, и плюс значительный объем, это индивидуальные заказы, то в супермаркеты поставляется от 10 до 20 наименований всего. Ну и плюс это выполнение заказов компаний. Индивидуальных заказов компаний. То есть я могу заказать конфет с своим портретом, вы сделаете... Легко. Чтобы я мог их всем дарить. И самое главное, что очень быстро. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Ульяна, вот у вас маленький семейный, или не маленький, не знаю. Маленький семейный. Маленький семейный бизнес, вот та самая европейская мечта. Да. Вот дать, расскажите вашу историю, она вот очень интересна. Ну, нам всего полтора года, как мы существуем. А началось все с того, что я поняла, что в жизни надо что-то изменить. И то, чем я всегда хотела заниматься, это кондитерка. А чем до этого занимались? Я работала и занималась реабилитацией детей, перенесших ожоговую травму. Да вы что? Я работала в банке, а вот когда уже родила ребенка, и мне до этого всегда все говорили, что тебе нужно открыть кафе. Ну, я смеялась, что в нашей Москве очень сложно просто пойти и вот так взять и открыть кафе. Ну, это проще, чем вы думаете. Ну... В любви оказалось проще. Ну да, оказалось проще. А когда я родила ребенка, я поняла, что в жизни надо что-то менять, что я не могу жить так, как жила до этого. И конфеты стали тем шагом, который позволило начать открытие кафе, начать открытие своего бизнеса. Ага. А почему конфеты-то? Потому что... Слоненькой любите? Ну, слоненькой все любят, в том числе и я. Да, да, нет, не все. Конфеты... На производство шоколадных конфет проще получить разрешение в различных инстанциях наших, и нужно меньше условий, меньше площади, меньше всего для его производства. Ага. А если мрать кондитерку всю в целом, то всяких технических условий для согласования с Роспотребнадзором СЭСом тысячи раз больше, чем для производства именно шоколадных конфет. То есть есть конфеты шоколадные опасно? Почему? Мало согласований, мало контроля. Нет, там просто нету скоропорчистых продуктов, таких как яйца, и нету сыпучих, как мука. Ага. Это именно особенности кондитерского производства, вот эти вот две вещи. А шоколадные конфеты, которые делаются, по сути, из полуфабрикатов, поэтому они относятся к производству полуфабрикатному. Ага, понятно. Ну и как дела? Отлично. Вот полтора года вы работаете, не прокляли ли все на свете, что вообще ввязались в эту историю, работали бы в банке и... Нет, 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 нет. Вопрос в том, что это дело моей... сейчас дело моей жизни. Это то, чем я живу, чему радуюсь. Я стою с утром с одной мыслью, что я иду на любимое место, я иду для себя работать. Ага. А мои клиенты, в общем целом, чувствуют именно этот мой посыл. Ага. Слушайте, ну красивая история, прям очень европейская такая. Сколько у вас видов конфет и как часто меняется в вашем меню, не знаю, как правильно сказать. Ну, в идеале меню меняется осенью и весной. Осенью создаются более такие зимние вкусы, весной более фруктовые, кислые, летние. Сейчас вот в постоянном производстве 35 видов конфет, которые некоторые виды убираются как несезонные, добавляются. То есть есть костя где-то из 15 видов и из 20 видов. А 15, это вот которые новые, добавляются, при этом как бы постоянно на витрине 35 никогда не лежит. Лежит в районе 20, 5 из них постоянно заменяются на новые. Угу. Хорошо, ну вот начнем разбираться в вопросе. Вот хочу вас спросить, как людей из этого бизнеса, да. Вообще, как вам кажется, если вот мы отбросим сейчас вот творческую составляющую, да, то, что вам нравится. Вот как бизнес, шоколадный бизнес, он хороший, нехороший? Вот я если там инвестор, предприниматель, стоит ли вообще в это ввязываться, в эту историю? Лучше или мне лучше чем другим заняться, и шоколадный бизнес вот с точки зрения получения дохода, да, может быть не самое, не самое благодарное занятие. Как вам кажется, что можешь сказать? У нас аудитория радиостанции, да, все-таки люди такие предприниматели, многие, да, смотрят на это как на бизнес. Ирина, что скажешь с высоты вашего опыта? Ну, могу точно сказать, что это непростой бизнес и нелегкий. Это один из бизнесов, которых, в принципе, немало, очень с ярко выраженной сезонностью. Мы как раз вот с Ульяной до передачи, пока у нас было несколько минут, обменивались мнениями. Я задавала ей как раз вопрос, как вы выживаете летом? Ага. Например, помещение в России и в Москве особенно, она значительно выше, чем в Лондоне, в Милане, в Париже, в Париже и так далее. Поэтому у предпринимателей огромная сумма денег уходит, значительная часть наценки уходит просто на, так сказать, выплату аренды. Ага. И в летний сезон, когда, в принципе, люди и опасаются покупать многие шоколад, потому что он тает, ну, и, во-вторых, действительно хочется чего-то свежего и так далее, да, и поэтому продажи, они значительно ниже, чем зимой. И поэтому практически у всех бизнес, тех, кто занимается шоколадом в летнее время, он убыточный. Прям вот убыточный? Он убыточный, поэтому, в принципе, даже с точки зрения входа на рынок, так, его могут, не могут себе позволить те, кто там вложил какую-то сумму денег, да, и каждый месяц начинает ее отбивать. Ага. Он может эту сумму, так сказать, возвращать себе инвестиции только в период с октября по март. И летом обратно вкладывать. И все время быть готовым к тому, что пока он не создаст большое количество, ну, необходимое количество покупателей, которые ему позволят вот создавать ту выручку, которая окупается, летом будет всегда трудно. То есть, лето, как правило, требует инвестиций. Вот поэтому мы говорили с Ульяном о том, что если есть какая-то подстраховка в виде других продуктов, тогда она сглаживает. Я понял. Хорошо, вот мы после новостей как раз Ульяне дадим слово. Интересно, как она вот в своем бизнесе, говоря про сезонные вкусы, может быть, справляется с этой тенденцией. После новостей поговорим об этом, новости. Левицкий Дмитрий, программа «Сфера обслуживания». Говорим сегодня про шоколадный бизнес. Ирина Эльдарханова, председатель сайта директоров компании «Конфаэль» у меня сегодня в гостях. Доброе утро еще раз, Ирина. Ульяна Кузнецова, управляющая и шеф-кондитер. Кондитерский хороший день. Ульяна, тоже вам еще раз доброе утро. Ульяна, ну вот вы вошли в этот бизнес полтора года назад и до перерыва мы говорили о том, что, да, Ирина говорит о том, что бизнес сезонный и по большому счету быть доходным сегодня крайне тяжело вообще в этой области. А вы говорили, вы рады вообще, все хорошо у вас там. Или у вас хорошо в плане душевного комфортно, а не в плане финансового. Ну, мне, конечно, не интересует там отчетность вашего баланса, но все-таки, да, вот принципиальная история, насколько, может быть, прибыльным и интересным делом для людей, которые, может быть, сейчас задумываются о том, чтобы открыть вот такую семейную кондитерскую, да. Здесь вопрос, когда меня спрашивают, обращаются с вопросом, как открыть, да, вот мы хотим открыть шоколадный бутик, что нам для этого надо. Правда, я всегда говорю одно, на одном шоколаде у нас в Москве выжить нельзя, потому что у нас нет культуры потребления шоколадных конфеток. Вот это странно. Срочная работа за такую стоимость, потому что хорошие конфеты, они стоят хороших денег. И, к сожалению, менталитет большей части наших людей не понимает, почему одна конфетка стоит 37-45 рублей штучка. Это для них, ну-ка бы, за что? Но, и каждому приходится объяснять, что вы едите натуральный шоколад без красителей, без именителей, без натуральных добавков. Все, напомню, все начинка, которая туда идет, тоже натуральная. Люди это понимают после того, как пробуют. Понимают действительно или не так? Да, да, это все понимают, большая часть понимает, но все равно переступить порог, то, что мы поняли, что это вкусно, и все-таки отдать деньги за то, что это вкусно, две все-таки разные вещи. Ну, по звуку, вот у меня в кафе есть категория людей, которые приходят, они покупают по одной конфетке, но покупают каждый день. А есть категория людей, которые приходят и покупают коробку конфет. Ну, вы знаете, я тут с вами, может быть, отчасти не соглашусь, но не то, что не соглашусь, нет, вы все правильно абсолютно говорите, да? Ну, я помню, когда в Москве прививалась культура употребления кофе, да, и кофейни развивались, и тоже все говорили, да, люди не будут за кофе платить, там, да, если можно растворимый, как они будут там по 100 рублей платить за чашку эспрессо? Ну, сейчас уже это стало нормой, никто сейчас уже не говорит о том, что там чашка эспрессо, там вообще, да, я вам скажу по секрету, себестоимость чашки эспрессо, ну, она, да, если вы кофе варите, там, ну, там, 7 рублей. Ну, 15 рублей, да, и по большому счету-то ничего человек покупает, и почему он не может привыкнуть к тому, что конфета стоит 40, да, ну, как бы... У меня, у нас в Москве, к сожалению, был очень негативный опыт внедрения бельгийских конфет. Если помните, лет так 5-7 назад открывались по всей Москве горы бельгийских французских бутиков шоколадных конфет. Если сейчас пройтись по Москве в тех точках, где они открывались, то ни одного магазина не осталось. Потому что конфеты, которые привозили сюда бельгийские, они, к сожалению, имеют очень большой срок годности, потому что добавляется туда куча химикатов, и главное, конфеты вкусные, первый месяц. Дальше они становятся по вкусу все как одна, как пластилин. И те бельгийские, которые приносились и продавались у нас по дорогой цене, имели вкус, ну, никакого вкуса. Они были по вкусу, ну, вот как пластилин. С легким-легким-легким оттенком разного вкуса. И у нас как? Они появились, люди пошли, купили, а то, что они заплатили за эти деньги, они не получили. Есть негативный опыт, который вот нам сейчас, Конфаэлю, мне и другим шоколадным мастерам, которые есть, сейчас приходится перебарывать, объясняя, что вот то, что вы пробовали тогда, это не то, что вы можете попробовать сейчас. И каждого клиента мы переубеждаем, мы подсаживаем на хороший вкус шоколада. Понятно. Ну, так, возвращаясь к бизнесу, Ульяна, все-таки, ну, так что делать? Вот я действительно, ну, дайте совет, вот человек задумывается действительно об открытии собственного шоколадного такого бизнеса. Как диверсифицироваться? Что еще надо? В чистом виде открывать шоколадный бутик смысла нет. Нужно открывать некоторое подобие кафе-кондитерское с разливным кофе-чаем, с возможностью купить кофе-чайный развес, с маленьким каким-то ассортиментом пирожных, желательно печенье, макароне, которое долгоиграющее, и конфет. Вот в таком формате кафе еще, ну, как бы вот этот бутик маленький, он может выжить. Если делать бутик в чистом, это должно быть либо как конфоэль, который в основном работает на, я так понимаю, извините, если неправильно, на подарочную продукцию. Да, это подарки. Это подарки, которые выглядят шикарно, с красивыми надписями, со совершенно идеальными красивыми конфетками. Наш семейный бизнес, вот, и у мастеров именно вот ручных работ, у нас направление чуть-чуть другое. А наши клиенты, это клиенты каждодневные, которые берут в подарок, но в основном они берут в себе. То есть Ирина все-таки хитрит. Она там не столько продает кондитерские изделия, сколько продает все-таки, да, подарки. Это очень хороший, дорогой, красивый, шикарный подарок. Это хорошие конфеты плюс дорогая упаковка. А вот сейчас мы спросим Ирину. Ирин, ну вот давайте-то сейчас по чесноку, сейчас все как по... Как честно. Вот как честно, да. Вот все-таки ваши конфеты, да, я не сомневаюсь в их качестве. И я скажу вот сейчас нашим радиослушателям по секрету, что Ирина пришла с этим пакетом всяких сладостей. Я не сомневаюсь в качестве, да, и понимаю, что все вы делаете как надо. Но все-таки хочу понять, вот ваш покупатель приобретает все-таки вкус или внешний вид, да. То есть для... То есть покупка в большей степени, да, все-таки... Ну, когда я дарю подарок, наверное, я не так сильно там, да, думаю о вкусе. Все-таки мне важно, чтобы это можно было презентовать, чтобы это было красиво, богато, да. Там дорого. Ну, а уж там натуральный, там, в составе или не натуральный, ну, не так мне там важно, да. Когда я делаю портрет своего друга на стене, там, да, шоколадный портрет, ну, что-то там шоколад какой-то, какая разница, да. Все это имеет эстетическую ценность больше, нежели... Все-таки вы продаете больше продукт или больше вот, да, подарочную составляющую такую. Ну, давайте скажем первое, да. То, чем занимается Ульяна, так, это кусочек, Масюсенький кусочек нашего бизнеса. То есть конфеты, которые изготовлены сегодня, те конфеты, конфеты, которые изготовлены только из свежих ингредиентов, имеют очень короткий срок годности, мы их изготавливаем, они есть во всех наших магазинах. И это что касается вот ассортимента, так сказать, что касается вопроса качества, он для нас, нашей компании, является аксиомой. Мы никогда в жизни, да, мы когда начинаем, вот она рассказала, да, о том, что конфета, если она хорошая, то она не может стоить дешево. Когда мы выбирали, какой нам вид бизнеса выбрать, так, среди кондитерского, знаете, со всего мира мы привозили вот из этих бутиков различных, да, изделия, из магазинов, из Лондона, из Парижа, из Бельгии, отовсюду. И я давала пробовать нашим специалистам. Они пробовали и говорили, вот это плохое, вот это жирное, вот это с добавками, вот это отличное. Тогда я переворачивала конфету и показывала, а теперь посмотрите, сколько стоит. Два фунта. В итоге мы себе сказали о том, что невозможно, хотя специалисты, сами технологи, да, смогли понять о том, что, ну, невозможно сделать очень вкусно, потому что они сами, эксперты, отсортировали самое вкусное, а потом смотрели на цену. Нельзя сделать качественно и дешево. И поэтому мы выбрали для себя путь. Мы делаем очень качественный продукт, и он стоит столько, сколько он стоит. И поэтому мы никогда не делаем компромиссов по сырью. Я могу вам больше того сказать. На сегодняшний день для нас всю шоколадную массу делают бельгийцы. К сожалению, мы хотим, любим, я люблю вообще давать работу людям, которых я знаю. И поэтому мы много раз... Пришлось познакомиться с бельгийцами и давать знакомым бельгийцам. Пришлось, как бы, мы давали работу российским компаниям, производителям шоколадной глазури. И, к сожалению, нам пришлось разорвать все партнерство. Именно потому, что наша... Слушайте, вот хорошая тема, но и вы вспрыгиваете с вопроса, а я вас хочу вернуть все-таки. Нет, я не вспрыгиваю. Вы что продаете больше, да? Еще раз сказал. Вы продаете... Я же сказала, качество это аксиома. Я понял. Свежие конфеты аксиома. Нет, я ведь больше... Свежие конфеты аксиома. Это понятно. Покупатель зачем приходит? Он покупатель. Вот из 10 вошедших в ваш бутик, сколько людей, да, вот говорят, мне важно качество. А кто-то говорит, мне важно вот красивое... Процентов 20 людей покупают для себя. И 80% людей покупают в подарок. И поэтому, естественно, для них важно внешнее оформление. Но они уверены в том, что они подарят то, что им не скажут, пошел где-то, купил что-то дешевое. Потому что к нам очень много покупателей приходит тех, кому именно подарили подарки. И те, которые остались довольны или восхитились качеством. И они становятся нашими покупателями. Ну, это так, это очень такая фундаментальная вещь, да, что все-таки 80% покупателей не в собственное потребление это покупают. Ну, потому что для себя люди еще жалеют. Именно потому, как она сказала про культуру потребления. Слушайте, ну я не могу поверить, что 40 рублей это жалко. Вот я не могу поверить. Слушайте, когда ты платишь в Европе евро, это 1 евро. А когда ты платишь у нас, это 40 рублей. Ну, вы знаете, ну я опять-таки, я, ну я больше знаю, с ресторанным бизнесом. Мы так познакомиться не успели. Я управляю сетью ресторанов. И я смотрю, насколько действительно люди, ну, то есть это стало нормой. То, что люди покупают, говорят, чашку кофе там, да, там в Старбаксе за 200 рублей. Ну, огромное количество этих людей. Я думаю, вряд ли ты их можешь смутить с 40-рублевой конфетой, если он только что купил кофе там, да, за 200 рублей в Старбаксе или где-то там еще. Да, Ульяна? По поводу Старбакса и кофе. Первое, Старбакс это сеть, которая продает больше настроений, нежели продукт. Второе, сравните за 200 рублей, какую порцию кофе вам нальют. И за 40 рублей вот такую конфетку. Так, а я съедаю одну конфету с порцией кофе, да. Я вот за 200 рублей побелков и за 40 конфеток. Я чувствую это хорошей сделкой. То есть для меня это... Ну, ладно, наверное, это... Нет, ну, во-первых, смотрите, есть даже, извините, Дмитрий, есть такое сравнение, например, макарони, да, Ульяна о них сказала, да, на сегодняшний день. Это самое модное лакомство в мире. Ну, оно вкусное, если оно свежее. И оно стоит тоже 20-30 рублей, и люди нормально их покупают. Конечно, это некий такой барьер, когда люди начинают это потреблять, и это становится модным. Они едят, она правильно сказала. Это, знаете, от культуры зависит. У нас еще вот 10 лет назад я удивлялась тому, что к нам приходили бабушки, пенсионерки, только не каждый день, а один раз в неделю, и покупали одну конфетку. И они говорили о том, что я себя настолько уважаю, что лучше я куплю одну конфету, чем полкилограмма чего-то непонятного. Ну, вот это тоже важный момент, да, то есть, может быть, я не готов ежедневно покупать себе, да, и пакетами к столу, к себе, наверное, но я могу это делать иногда, да, ну, что такое 40 рублей, ну, по большому счету, ну, я могу себе иногда позволить, да, то есть, начинать потреблять это, может быть, пусть там и не в ежедневном формате, в бытовом, но в каком-то таком, да. Ну, разница-то огромная, вы знаете, я помню, я наблюдала такой пример, ты, я привожу его, наверное, за много лет не приводила, но вспомнила. Вот после новостей, после новостей расскажет нам пример, да, будет очень интересно, новости. Да-да-да-да, мы здесь, здесь, здесь все в порядке, да, просто рот был занят конфетами, поэтому мы немножко задержались, говорим сегодня про шоколадный бизнес, да, слушайте, ну, какая интересная тема оказалась такая сладенькая, да, телефон, да, прямого эфира, вот уже по программам прошло, я все забываю его назвать, 6510-99-6, если хочется сладенького звонить или есть что сказать, давайте присоединяйтесь к нам, да, 495-код, надо теперь код набирать, да, 495-60, фу, господи, 6510-99-6. Сайт финам.фм, на форуме нашей программы оставляйте, пожалуйста, ваши вопросы к нашим гостям, если таковые есть, ну, и смс на номер 5533, с буквы я должна начинаться ваше сообщение, пробел, потом пишите все, что хотите, если будет прилично, мы обязательно зачитаем. Пример какой-то, Ирина, нам должна рассказать. Ну, Леонид, сейчас мы пока в новости шли, обменялись меньше, о том, что дело в том, что вот эти, например, изделия свежие или изготовленные без консервантов, они очень сильно отличаются. Я просто вспомнила, как я говорю, почти 10 лет назад, когда я там нахожусь на дне рождения у Филиппа Киркорова, и такая его там гримерка или приемная, и он там бегает занятая, стоит под нос конфетами ручной работы. Он попросил и сказал, что мне ничего не дарите, пожалуйста, конфеты ручной работы. И заходят различные его знаменитые эти, самые все известные люди, и помню, Борис Моисеев, сел рядом, вот так вот берет одну конфету, съел, вторую, третью, четвертую, и так на всех смотрит, и спрашивает, а что это такое? И опять продолжает ест. И в том, говорит, это что-то необычнейшее, я не могу, то есть я не могу понять, никогда в жизни ничего подобного не ел. То есть любая эта конфета отличается. И шоколад, вот говорили там про добавки и так далее, все дело в том, что на сегодняшний день, ну мне кажется, люди должны немножко задуматься, да, потому что там сейчас антирекламы много идет по поводу пальмового жира, да, к примеру? Ничего не слышу. Ну, много его как-то было, проходили какие-то передачи, все дело в том, что какао-масло на сегодняшний день, диетологами, например, американскими, названо жиром номер один для человеческого организма. Оно самое полезное, стоит выше, чем, например, оливковое масло. И поэтому потребление качественного шоколада, я не рекламирую, но хотя это день шоколада, это вполне можно делать, мы у себя в компании будем широко отмечать. Нет, рекламируйте, пожалуйста, да. Мы будем широко это отмечать. Объедитесь шоколадом? День шоколада, да. Да, будем поздравлять своих сотрудников и делать различные конкурсы, много всяких мероприятий корпоративных. Вот, но это необходимо, и люди должны все-таки научиться действительно отличать качественно от некачественно. Знаете, у меня один, один вспомнил, один корпоративный клиент в Киеве, очень крупный, вдруг нам сказал, вы знаете, я не буду делать у вас заказ до тех пор, пока вы не сможете делать шоколад, вот как вот там. И назвал нам какую-то компанию или магазин. Я, естественно, сразу послала, мы купили все изделия, какие там были, отдали в лабораторию независимую. Оказалось, все вот это, из чего это состоит, это какао-порошок смешанный с пальмовым жиром. Ну, нам указали это как на эталон. Ну, в итоге мы клиенту написали, что мы никогда, к сожалению, не сможем сделать такое качество, что мы делаем только шикарный, причем мы используем только 77% какао-продуктов, шоколад. Поэтому, действительно, люди еще не умеют отличать этого, но пройдет время. Я понял, Светлана есть у нас на линии, давайте, Светлана, послушаем. Алло, здравствуйте. Да, Светлана. Я расскажу вам за интересную передачу. Я бы хотела спросить, вот, ну, может быть, вы зададите вопрос со своим гостям, чтобы они сказали в прямом эфире, где находятся их бутики, куда можно подъехать и попробовать вкусные шоколадные изделия. Хорошо, Свет, спасибо. Ну, у нас реклама не была предусмотрена, но раз уж вы просите. Ну, вот видите, видите, наша программа имеет некую просветительскую функцию, вот тот сейчас поедет и попробует. Куда приехать, Ирина, чтобы попробовать? Перечислять, конечно, долго, они расположены, центральный магазин у нас расположен на Никитском бульваре, к сожалению, там у нас сейчас ремонт, мы расширяем очень сильно, на Арбате, в Новоарбатском, в Тишинке, в Дружбе. Ну, еще нужно открыть сайт и посмотреть, там 30 магазинов. Ну, сайт, да, я был на сайте, да, все адреса бутиков в Конфаэль, там можно увидеть, Ульян. Ну, у нас только одно место. Ну, у вас одно место, где вас можно лично встретить, теперь вы звезда эфира, теперь вы ждете, еще больше будете известны у своей публики. Ну, назовите, как найти вас, чтобы люди тоже... Метро Ленинский проспект, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 16. Дом 15, строение 16. Светлана, приезжайте, попробуйте конфеты, потом позвоните, расскажете, что из этого всего получилось. То есть, хочу вас вот о чем спросить. Все свое детство я гордился нашими шоколадными конфетами. То есть, я все время знал, что в СССР, да, лучшие шоколадные конфеты, и никто в мире такого сделать не может. Ну, и насколько я понимаю, это не лишено было, там, истины, и получали призы, и на конкурсах, и когда кто-нибудь из-за границы привозил какие-нибудь конфеты, там, не российские, не советские, они, конечно, были красивые, интересные и так далее. Но все равно наши, там, все, там, наши, там, утром в Сосновом лесу, там, да, Аленки, все-все-все-все, все, что делалось в Советском Союзе, ну, как-то считалось, что это все очень хорошего качества. Это не так. Вот сейчас вы говорите, что я понимаю, что это какой-то отстой, получается, и реально совершенно, там, не здорово, не вкусно и так далее, и тому подобное. Ну, наверное, Дмитрий, вот я думаю, что невкусно, не сказать, как раз мы, никто не говорили, да, мы говорили как раз о том, что изделия, в том числе, неполезные, так, достаточно, очень высококалорийные, они могут быть как раз, в том числе, с усилителями вкусов, они могут быть, наоборот, очень вкусные, да, и потребитель не может отличить этого. У нас нет, очень мало кто читает состав, написано шоколадный торт, шоколадные конфеты, но ты когда переворачиваешь и читаешь состав, написано какао-порошок, пальмовый жир, это называется как бы шоколадом. У нас нет закона, который запрещает писать шоколад. Вот в Бельгии на изделиях шоколадных специальная наклейка, что это натуральный шоколад, это закон, который принят в стране, и поэтому твое дело, ты хочешь дешево, ну, купи суррогат, ты готов заплатить, ты думаешь о своем здоровье, купи хорошее, высококачественное, но дорого, натуральный шоколад. Мы поэтому, наверное, то, что вы задали, они, эти вкусные изделия, конфеты, я... Так откуда все эти призы-то и медали на мировых выставках? Приходя в очень многие места, вижу о том, что, как бы, они стоят у всех, это вообще вкус детства, так? Да. Ну, другое дело, каждый себе делает просто выбор, и эти конфеты, ну, нормальные, есть с заменителем, есть с натурального шоколада. Ульяна, вы что скажете? Ну... Вы едите продукцию? Не будем называть. Теперь нет? Вы знаете, как, что я могу, ну, как бы, то, что мне хочется сказать. Сложно судить то, что было 10-20 лет назад. Тогда были другие условия, другое производство, было ГОСТа, был более строгий контроль. То, что делается сейчас, не означает, что так же делали тогда, когда получались призы. Но хуже? Оно делается по-другому. Ага. Может быть, хуже, понимаете, как мы не можем, мы не были на производстве, мы не знаем из чего, как делают они свою продукцию. Мы только едим конечный результат. Ага. И тот конечный результат, который мы едим, нас просто не устраивает по вкусу. Ага. Да, я перестал покупать покупные конфеты наших производителей. Ага. И даже, в том числе, и шоколад. Я понял вас. Хорошо. Вот на линии есть Олег у нас, да? Вот он как раз с вопросом, я так понимаю, как раз в тему. Алло. Да, Олег, доброе утро. Здравствуйте, очень люблю шоколад. Тут вопрос, а как отличить в домашних условиях настоящий продукт от вот этого заменителя? Ну, к примеру, там капнуло молоко, сметану, йод, да, там сразу растительные жиры показывают. А вот в конфетах, в шоколаде, это как сделать? Ага. Какие вы говорите, там все пошли покупать, оказалось, все плохо. Как понять там, да, или то, что конфета старая, понять, да, или то, что там действительно используются некачественные какие-то материалы в производстве? Ну, то, что старая, она понимается только по вкусу, что у нее сухая, пластилиновая, сухая начинка, пластилиновая по текстуре, на языке, но вот ощущение, что ешь пластилин, она сыпучая, крошится. А если конфета старая, в ней кристаллизуется сахар, и если снять верхнее покрытие шоколадное, там на начинке можно увидеть кристаллики сахара. Это означает, что конфета уже очень-очень-очень далеко лежит. Ирина, что-нибудь порекомендует? Ну, что касается шоколада, тут нужно, наверное, в первую очередь сказать о том, что нужно покупать продукцию производителей, тех, кому ты доверяешь. Наверное, именно поэтому вообще в мире существует такое понятие, как бренд. И нужно оно как раз для того, чтобы можно было отсортировать тех, с кем ты готов быть рядом по жизни и кому ты доверяешь. Поэтому что отличить можно только, а, по составу, который указан, но, как правило, производители, его большинство все-таки указывают истинный состав. Другое дело, что иногда, независимо от производителя благороди, вот что искать, действительно, в составе. Натуральный шоколад состоит из какао-масла, какао-тертого и сахара, все. И лицетин. Лицетин, он как консервант, но он абсолютно полезный. И все. И все, ничего больше. Ничего там больше будет вообще не может. Нет, какао-масло, какао, тертое, сахар, все. Все остальное с любыми добавками, какао, пальмового жира, заменителя какао-масла и так далее, это все суррогаты, которые призваны для того, чтобы удешевить. Что касается самим, каким-то образом на вкус определить невозможно, потому что мы сами весь шоколад проверяем только лабораторным путем, чтобы он был качественный. Потому что, к сожалению, я сказала вначале, что мы вынуждены были отказаться от российских производителей глазури, потому что некоторые из них уж больно хотят, видимо, чуть-чуть забогатеть побыстрее и начинают химичить и добавлять какие-то заменители в небольшом проценте. А мы не допускаем даже этого. Ага, слушайте, ну вот это на самом деле тема, которую я хотел действительно затронуть. Вот это пришедшее к нам с одним из рекламных роликов слово шоколадье. Оно что вообще означает? Что это за профессия такая? То есть это действительно есть такая профессия, она есть в мире, она есть у нас. Где-то на это вообще учат? Или это как слесарье, некий такой вымышленный персонаж из анекдотов, специально для рекламы придуманный, чтобы красиво описать какую-то работу? Вот что такое шоколадье в мировом понимании и в российском понимании этого слова? Я думаю, что Ульяна продолжит, потому что мне кажется, ей это все-таки ближе, так, совсем я имею в понимании. А все-таки для меня, например, это человек, который... Это то же самое, как повар, да, который вот экстра-класс, если вы в ресторанном бизнесе, да, который вкладывает в эту душу, который все время придумывает, как лучше сделать, придумывает новые блюда. Как можно придумывать, если там три составляющие? Ну, это в самом шоколаде, да. Но шоколадье, он делает изделия из шоколада. Он придумывает различные десерты, конфеты с абсолютно новыми вкусами. Это то же самое, что готовить новые блюда. Это ничем не отличается. Я понял, да, но я к тому, что, ну, когда мы говорим про профессию, это все-таки вот... Это учат, этому обучают. В Париже есть специальные институты, курсы, где готовят специалистов по шоколаду кондитеров. Ага. Поэтому это все-таки специальность. Также можно как поехать на повара учиться, так же на шоколадье. Ну, я понял. Ульяна, а вы вообще шоколадье? Вот вы себя считаете шоколадье? В том числе и шоколадье. Я кондитер шоколадье. Ага. Это вы себя так назвали или у вас бумажка есть? Нет, бумажка есть. У нас нет профессии шоколадье в России. Ага. То есть такого нет понятия? Нет, такого... Это понятие появилось, по-моему, мне кажется, только год назад, когда пошла... Нет, полтора года назад, когда вот пошла эта волна ручной работы конфет. Именно производить у нас здесь. С тех пор у нас появилось это новое модное слово «шоколадье». Некоторые люди над ним смеются, говорят, что это за такое шоколадье. А так это, да, это профессии, в которых обучаются в профессиональных кондитерских школах, в том числе или Кортон Блю. Есть отдельный курс, который посвящен обучению шоколадье. Как я могу сказать, шоколадье, в каждой шоколадье, он в том числе и кондитер. Но не каждый кондитер может быть шоколадье. Вот это, скажем так. Я понял, хорошо. Ульяна, после рекламы я вас спрошу, где же все-таки вы этому учились, раз вы стали шоколадье, да, и вот мы после новостей об этом тогда поговорим. Левицкий Дмитрий, продолжаем тут разговоры о шоколадном бизнесе. И вот дошли до самого главного. А как, собственно говоря, Ульяна стала шоколадье в той стране, точнее, в нашей стране, да, где на шоколадье никто не учит, и учиться этому негде. Ну, давайте, Ульяна, расскажите нам всю правду. Ну, все началось с магазина шоколадье, который у нас сейчас пытается создать культуру ручного шоколада, пытаются, как это способствует становлению юных шоколаделов. И они еще тогда, полтора года назад, появились, я с ними познакомилась, они начали проводить мастер-классы, вот, я сходила к ним на пару мастер-классов, ну, к тому моменту, как они их стали делать, все уже, в общем, уже всему сама научилась. Здесь главное правильно понимать технику приготовления начинки, она, по сути, одна. Вариации несколько, каждый мастер выбирает для себя максимально удобный для него процесс приготовления начинки. А дальше... А что там такого? Вот что это, вот вы сейчас о чем говорите? Это я говорю о самой технике приготовления начинки. Но она какая бывает? Восточная? Она была... Я не знаю, насколько слушателям будет интересно слушать. Ну, вы говорите, хотя бы понять о чем, что такое техника приготовления начинки. Главное говоря, существует несколько взглядов. Топить шоколад, темперировать и греть сливки до 30 смешивать, либо греть шоколад, кипятить, сливки смешивать. Ага, ну, теперь гораздо понятнее. Вот, в общем, в целом, главное правильно знать технологию приготовления. А дальше уже включается фантазия. Нужно знать о темперировании шоколада, нужно знать о приготовлении начинки. И нужно знать о саноэпидемноморах, условиях хранения шоколада. Руки надо мыть. В том числе. А дальше уже включается голова, фантазия, представление, желаемые начинки. И каждый творит как может. Ага. Вы знаете, я просто к чему, да? К тому, что ведь... Ну, как вот люди, которые... Ну, вот Ульяна, например, в частности, да? Вы же в нашей стране росли, да? Вы же у нас росли. Да. Человек, который всю жизнь не ел этого, как он может это творить? Ну, то есть должна какая-то база, наверное, основа, когда ты... То есть ты... Вот вы там, да, в перерыве говорили про художников, да? Которые творят. Ну, художник сначала рисует там цилиндр. Он очень долго, да, учится на... Ну, как бы, да, он всю жизнь учится на элементарных вещах. Он начинает творить так, как и повар в ресторане, да? Он начал много-много лет воспроизводить чужие какие-то рецепты, да? И он сделал там тысячу раз, приготовил это мясо по рецептам других людей. Тогда он там на тысячу первую, у него возникает идея сделать это как-то по-другому, да? Там и привнести что-то в своё. Как можно начать, да? Если ему сразу дали кусок мяса, и он начал творить. Ну, это странно, да? Всё-таки сначала он должен освоить там... Ну, как в любом деле, наверное, да? Я поняла вас, да. То, что я сказала. Есть три базы, которые нужно знать. Темперирование шоколада, технология приготовления начинки, условия хранения. А дальше вы смотрели мультфильм «Рататуй». Ну да. Когда он ещё в самом начале мультика показывал, что ты ешь это, ешь это. И оно в голове взрывается. Дальше уже включаются именно личные представления о вкусе. А что с чем сочетаемо. Допустим, вот наши мастера, которые есть шоколад. Кто-то делает более простые конфеты по вкусу. Допустим, вот у меня конфеты не больше трёх составляющих, именно вот вкусовых начинки. И они более очень такие, более традиционные, понятные по вкусу. Кто-то пускается в эксперименты и сочетает очень сложно сочинённые вещи. Это именно вот как художник рисует. Ван Гог, он же не учился нигде, не рисовал ни цилиндра, ничего. Начал творить сразу на месте и шедевры. Это именно вот какое-то внутреннее представление того результата, который ты хочешь получить. Ты его делаешь, ты пробуешь. И дальше ты уже этот результат изменяешь в зависимости от своих представлений вкусовых. Слушайте, ну кулинария, конечно, да, как ни крути, это действительно, ну вот то же самое, что изготовление там коктейлей, вот то, что мы делаем, да, там, вот то, что делают повара. Ирин, как у вас-то, ну хорошо, вот там, да, у Ульяны 30 наименований. А у вас-то сколько, это как можно столько, это уже, это уже, там, сколько людей-то у вас этих сидят и творят? Ну, во-первых, нужно сказать, Дмитрий, о том, что я не кондитер, и я бизнесмен, и поэтому вкусы у нас создают специалисты с очень хорошим опытом, в том числе среди них есть те, которых я говорю, о том, что они гениальные. И благодаря, в том числе, их гениальности мы создали бизнес. Сколько у вас вот таких шоколатье? Ну, нужно сказать о том, что шоколатье у нас немного, да, если сказать базовых, то это три человека, ну а специалистов-технологов их, естественно, много, потому что это производство, контроль, рецептуры, учет и так далее. Но мне бы хотелось сказать, наверное, что для людей важно, так, это личный фактор. Вот, и вы знаете, я в своем бизнесе, я чувствую отличительность своего бизнеса, так, от бизнеса других очень многих компаний. Она состоит в том числе, знаете, из личной ответственности перед людьми и личного такого контакта с нашим, для тех, с теми, для кого ты работаешь. Потому что мне любой покупатель может позвонить, да, я делаю так, что мне можно, любой человек может позвонить, я всегда беру трубку, если не знаю, кто звонит. Да, для того, чтобы он мне мог сказать, что он думает, что ему понравилось, что ему не понравилось. И очень много я знаю покупателей, те, которые звонят потом, вот пройдешь сейчас эта передача, да, потом появляется клиент и говорит, я слышал про конфайль, да, но у меня не было такого желания. Но когда я понимаю, что за этим стоит как конкретный человек, да, что он так переживает, что он думает, что он сочиняет, а мы сочиняем, представьте себе, если у нас работает 30 дизайнеров, для того, чтобы выполнять только индивидуальные заказы, да, мне хочется этой работы, я понимаю, что есть такая ответственность передо мной. То же самое, я думаю, что вот в этих маленьких кондитерских важен не только вкус, а важно то, что люди чувствуют, да, что туда заложена душа, энергетика, желание, да, и это очень-очень важно. Я хочу сказать о том, что у нас даже художники, как вы говорили про портреты, да, а у нас художник, который рисует, да, он всегда знает, у нас первая надпись в сертификате на картины написана, это изделие является произведением искусства. И он всегда знает, если он портрет особенно рисует, он должен заложить туда столько энергетики, чтобы человек был правда в шоколаде, вот как на портрете, так и в жизни, да. Поэтому это очень важные моменты, наверное, качество, виды, ассортимент, который мы, например, обновляем два раза в год, вы видели, я вам показывал каталог новогодний, да, в нем, например, 350 новых изделий. Обалдеть. И это происходит каждый год, да, и это огромная работа, огромного коллектива талантливейших людей. Но я думаю, что все-таки вот в этих маленьких кондитерских основное, что будет, так, это именно возможность обратной связи. И всегда, вы знаете, ресторан, в котором выходит хозяин и ходит между столиками, всегда отличается душой, да. Конечно, а вот вы не боитесь, вы вот растете, 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 вот в магазине вашем, который находится там в Чебоксарах, там ваша душа-то чувствуется по франшизе? Боимся, боимся, переживаем. Конечно, эта энергетика убывает, да, когда она уходит к людям, когда ты не сам этим занимаешься. Ну, в любом случае, в компаниях, которые вот управляются собственником, особенно влюбленным в это дело, так, тем, которым ты сам восторгаешься и делаешь это дело как себе, это в любом случае чувствуется и в людях. Они точно так же влюблены. И поэтому в компании персонал очень сильно отсортировывается. Он отсортировывается, потому что ты ему отдаешь свое отношение. К тебе приходит покупатель, он пришел, что к тебе, он пришел ко мне. Просто он через тебя пришел. И ты его должен встретить точно так, что ты должен для него все сделать возможное, чтобы он был доволен. Слушайте, ну я на самом деле могу подтвердить слова вашего покупателя. Конечно, после знакомства с вами гораздо более интересно познакомиться поближе с тем, что происходит в Бутике Канфаэль. Мне мой тренер запрещает есть сладкое, поэтому я себя всячески ограничиваю. Но вы сказали, что это не вредно, я забуду, что там есть сахар, и надо будет попробовать все-таки это дело. Есть шоколад без сахара. Прорекламирую 2 секунды. У нас есть серия, которая выпускается не под торговой маркой, а лакомство для здоровья. Я ее покупал, и вот ее я ем. И в ней нет сахара, не изомальт, который действительно безвреден. Ну и шоколад с отрубями имеет калорийность на 20% меньше. Но очень полезен, с пищевыми волокнами. Я понял. Ульяна, вот послушаешь так Ирину, да, вот сейчас они всех поработят, и мне кажется, места вашим маленьким частным семейным-то кондитерским-то и не останется на этом рынке. Видите, какой у человека задорный запал, сейчас они там наштампуют, и он в файле со всех сторон начнутся делиться своей душой у каждого подъезда. Вы же знаете, если человек захочет прийти в кафе, выпить чашку кофе и пообщаться с хозяином, съесть личную конфету, он придет в кафе, пообщается, съест личную конфету. Если он хочет купить шикарный подарок или себе конфеты в кафе, он пойдет и купит конфеты в кафе. То же самое, как если человек хочет мясо, он не пойдет и не купит себе торт. Ну, понятная аналогия. А почему вы не делаете подарки? Почему я делаю подарки? Просто это не моя основная направленность. Ну, то есть вы можете там что-нибудь такое упаковать красиво? Дело не столько в упаковке, а в презентации самих конфет. Вот у Конфаэля совершенно потрясающая идея, которая мне очень нравится. У них из конфет складываются слова. Это в общем и целом то, в первую очередь, за что их как подарок и покупают. Не очень понял. Это что за прикол? На каждой конфете есть буквы. Ты можешь выложить шоколадную телеграмму, любую. Дорогой Дмитрий, поздравляю вас с днем шоколада. Ирина. Понятно. Легко за пять минут. Собирается такая коробка. Чтобы мне сделать такую коробку, надо приложить намного больше усилий. И технически это сделать. То есть я могу. Но это будет, как Ирина сказала, совершенно гениальная фраза. Мы можем делать подарки индивидуально и, главное, быстро. Вопрос технических мощностей. Мне для того, чтобы сделать индивидуальный подарок, нужно пробежаться по куче организаций по Москве, которые мне одни форму отольют, другие еще что-нибудь сделают, третьи еще что-нибудь делают. Тогда получится этот личный подарок. Ага. А вообще сложно это, да, какие-то формы кто-то отливает? Если есть свое производство, это дело, ну, одного дня. Если своего такого производства нет, то это дело двух недель. Ага. И главное, очень сильно удалярожание, соответственно, этой стоимости. Я понял. Ирина, у вас, наверное, за год закрытый цикл, да? У нас, начиная с модного дома, как я сказала, да, и фабрики по производству упаковки. И фабрики, понятно, шоколадные. На самом деле у нас есть одна отличительная особенность. Это мы точно знаем, что мы единственная компания в мире. Потому что если сегодня кто-то вспомнит, да, что у них завтра юбилей компании, вечером, у них празднование, и сейчас захочет изготовить тысячу индивидуальных подарков, чтобы была надпись «Логотип компании» на каждой конфете, чтобы коробка была с фирменным цветом и с логотипом, и с праздником там написано все, то к завтрашнему вечеру он получит эту тысячу коробок конфет. Вы что? Об этом этим мы отвечаем. За один день вы сможете сделать? И мы делаем это даже в Новый год. Мы 25 декабря принимаем заказы, 26 декабря их отводим. И в день делаем заказы 100 компаний. То есть это у вас и полиграфическая вся эта система? Все, абсолютно все на месте, да. И шелкография, и скульптуры, и все вместе. 25 декабря не просто, даже просто пустую коробку получить сделанную там. Мы этим отличаемся. Слушайте, ну вот это, конечно, честь вам и хвала. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые гости. Интересный, да, получился разговор. Говорили сегодня о шоколадном бизнесе. Ирина Эльдарханова, представитель совета директоров компании «Конфоэль» была у меня сегодня в гостях. Спасибо, Ирина, что пришли. Ульяна Кузнецова, управляющая, шеф-кондитер, кондитерская «Хороший день». Ульяна, спасибо, что пришли сегодня. Поздравляю вас с завтрашним праздником, днем шоколада. Ну и успехов вам в вашем бизнесе. Через неделю услышимся. Сфера обслуживания Левицкий Дмитрия. Всем пока. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует.